Здравствуйте, уважаемые геймеры, игроманчики и прочие индивиды, имеющие психологическую зависимость от игры в комплюктор. Сегодня я предоставлю вам на суд 10 хороших, да и просто пиздатых игр для слабых ПК. Не будем тянуть, давайте начинать. Если вы любите Скайрим, но задрочили его до дыр, есть предложение заценить что-то не менее, а на мой взгляд даже более интересное. Я имею в виду Морвинд. Конечно, взглянув на эту игру и на её графон, вы можете задать мне вопрос. Чё ты хуйня, блядь? Но не нужно торопиться и направлять эту игру в далёкое промежноженное пространство. На Морвинд существует огромное количество графических модов, так что я думаю, вы сможете, немножко покопавшись, настроить графон под свой старенький игровой мангал, чтобы ваши глазки не кровоточили. Сам сюжет в этой игре повествует о мистере Нариварини, который должен разобраться в пиздеце, происходящем в провинции Морвинд. Вся движуха будет связана с борьбой Трибунала против уёбка Дагата Ура. Ну и нашему протагонисту нужно разобраться во всём этом дерьме, отдать плохим ребятам в пиздачь и как бы спасти мир. Если вы клали с прибором на основной сюжет и вам просто интересно бегать, проходить дополнительные квесты и изучать мир, Морвинд вас не разочарует. В игре есть 7 гильдий бойцы, маги, воры, имперский легион, имперский культ, церковь и гильдия убийц. В каждой из них своя иерархия, система, ну и конечно же своя история. Помимо гильдий по миру разбросаны всякие дурачки, которым потребуется ваша помощь. Ну в общем всё как в любой другой РПГ. Не буду долго рассказывать вам про прокачку, классы и прочее, просто в двух словах скажу, что вариации как говна за баней. И практически нету возможности зафейлиться, так как бесполезных навыков тут просто нету. И вы скорее всего будете использовать вообще всё, начиная от тяжёлого оружия, заканчивая всякими заклинаниями. Ну и как в Скайриме, здесь туево хуча оружия, брони и прочей косметики. И сделана она достаточно своеобразной и со стилем, чего стоит только стеклянная броня. Можно ещё очень долго нахваливать Морвинд, но я должен вас предупредить. В игре нету привычного фаст-тревела и квесты не отображаются на карте. Всё приходится искать по обозначениям, которые вы узнаете из диалогов. На мой нефажный взгляд это не очень-то удобно, но не сказать, что сложно. Пару раз тупануть можно, но со временем привыкаешь. В завершении скажу, что Морвинд одна из самых интересных РПГ, которая когда-либо выходила. Так что если она каким-то образом прошла мимо вас, я вам советую в неё поиграть. Такс-такс-такс, что тут у нас? Дисхонорит, да? Ахаха, наконец-то. Если вам нравится всякое мрачноватое говно с элементами стелса, то Дисхонорит это то, что нужно. Сама игра представляет из себя ползание на сраке по всяким мрачноватым локациям альтернативной Англии конца 19 века с элементом научной поебистики, в хорошем смысле этого слова, ну и убийством всяких тупоголовых врагов. А также можно покласть прибором на стелс и просто в открытую начать всех пиздошить. Сюжет рассказывает историю мистера Корва Атана, телохранителя королевы, которую в начале игры выпиливают из жизни и похищают её дочку. Да нахуй мне это надо? Мистера Корва делают крайним, и с этого момента нужно спасти несовершеннолетнюю кисулю и понять, какая сука всё это устроила. Помимо простого ползания на сраке, в этой игре есть всякие сверхъестественные приколюхи, телепорт, остановка времени, управление крысами и прочие полезные дебильности. Кстати, о крысах. В городе Дануэлл, там проходят события игры, сейчас бушует эпидемия чумы, ну и соответственно выглядит всё, мягко говоря, хуёво. Но на этом всё не заканчивается. Если вы будете всех резать направо и налево, то популяция крыс будет увеличиваться, а чума распространяться. Что приведёт к ещё большему пиздецу. Этот пиздец повлияет на вашу концовку, но как именно говорить я не буду, потому что спойлер. Так что если хочется узнать, нужно играть. Значит так, если вам интересен жанр моба, но всякие классические доты и лиги заебали, есть неплохая, бесплатная, хочу отметить, игра под названием Смайт. Здесь в качестве героев представлены боги из греческой, римской, египетской, японской, индийской, славянской, китайской, скандинавской и какой-то там ещё мифологии. Геймплей похож на классическую мобу, но только от третьего лица. Да, и кстати, я как человек, наигравший в доту около 2к часов, могу сказать, что Смайт нереально простая в освоении. Прокачка способностей и покупка предметов здесь упрощена, чтобы даже человек, ни разу не сидевший за компьютером, всё понял и пошёл нагибать. Вот с классами ситуация немножко другая. Есть наиболее простые классы, которые не требуют особо знаний механики. Есть наоборот, всякие хилые черти, за которых поначалу будет играть трудновато. Классов здесь 5. Войн, защитник, маг, охотник и убийца. Каждый из классов имеет свою специфику, но об этом рассказывать долго, в игре и так это всё объясняется. Также в Смайт есть разнообразные режимы игры. Просто пиздилово на арене, классическое уничтожение трона 5х5, или 3х3 с одним лайном, или 4х4 с двумя лайнами, ну а также пвп 1х1. Вроде есть ещё какие-то режимы, в которые я, если честно, не играл. Игра хорошо подойдёт для игроков, которые либо не знакомы с жанром моба совсем, либо игра в классические мобы их заебала и хочется попробовать что-нибудь новенькое. Если вам нужна игра, в которой будет нужно заниматься простым, приятным, ненапряжным аутизмом, то Лего Бэтмен само то. Взрослые мужчины из 9-го Бэ могут сказать, это шо за говно для детей, не пошов ли я нахуй? На что у меня есть односложный ответ. Игнорируют пидорасов. Для всех остальных могу сказать следующее. Если вы ищете игру, в которую можно будет поиграть с младшим братом, сестрой, мб-тёлкой, или вы просто хотите во что-нибудь ненапряжное позалипать, то вы пришли по адресу. Игра повторяет события дилогии Тима Бёртона и дилогии Джоэля Шумахера, или говоря по-простому, те самые старые фильмы со стрёмным пингвином и дебильным Шварценеггером в роли мистера Фриза. События фильма тут повторяются чуть ли не покадрово, естественно в стилистике Лего и с присущим им юмором. Геймплейно нужно бегать по локациям из фильма, встроить всякую залупу, давать пиздюлей боссам и изредка кататься на разном транспорте. Также, что немаловажно, как только вы пройдёте историю за Бэтмена, можно будет проходить историю за злодеев из вселенной DC Comics, а их тут представлено дохуя. Так что если вам охота позалипать в милый аутизм про похождение антисоциального апатичного шизофреника в костюме летучей мыши и его друга в жёлтых трусиках в стилистике Лего, то я думаю вы знаете, что нужно делать. Да, кстати, в игру можно играть с одного компуктера. Теперь, я думаю, стоит рассказать об игре, где мозги уже понадобятся. Red Alert 3. Сразу скажу, что весь сюжет в этой игре ёбаный бредовый балаган, который ставит несколько целей. Вас насмешить и простебать всякие клюквенные стереотипы. Геймплейно, опять же, классическая РТСка. На своих базах строите всякие здания, которые дают вам определённые бонусы или бойцов. Собирайте армию, ну и за свою армию надо дать пизды армии вашего противника. Сюжет игры повествует об альтернативном мире, где Совок не распался и участвует в мировой войне, второй мировой там не было, США и их союзниками в составе Альянса. В игре представлено три компании. Совок, Альянс и Империя. За Совок нужно будет воевать сразу против двух других фракций. Против Империи, в неё, насколько я помню, входит Япония. Ну и против Альянса, то есть против пиндосов. Ёбаные бургеры, сука! Бургеры ёбаные! Пидоры, блядь! Пидоры, 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 блядь! Просто пидоры! Ну и нам за Совочек нужно дать пизды этим интерменьшим и установить в мире тотальный коммунизм. За две другие фракции нужно, как вы понимаете, разъебать Совок и не дать установить коммунизм. Ну и помимо этого, там ещё есть много всяких сюжетных перипетий, которые рассказывать я не буду, ну потому что спойлер, да. И что немаловажно, сражения тут проходят не только на суше, но и на воде и в воздухе, что даёт намного больше возможностей во время боя. Короче говоря, достаточно интересная стратегия с забавным идиотичным сюжетом про клюквенный Совок, пиндосов и японцев. Теперь предлагаю вам переместиться в солнечную Италию эпохи Ренессанса. Если вдруг по какой-то причине вы не знакомы с историей Эдсо Аудиторича... Это печально. Сюжет игры рассказывает про жизнь Эдсо Аудиторы. В начале игры Эдсо, знаете, такой типичный распиздяй, шатается по улицам, ебёт баб, дерётся со всякими быдлообразными господами, но также лазает, как обамка-обезьянка по крышам. Знаете, если бы события игры происходили в наше время, я думаю, Эдсо с такими способностями мог бы работать кладменом. Но вся его беззаботная жизнь заканчивается, когда мерзкие мракобесы-темплиеры убивают его отца и братьев. Ну и с этого момента он решает отомстить мерзким уёбкам убивших его родню. Напяливает на себя известный костюмчик с капюшоном, и на протяжении всей игры мы будем видеть, как Эдсо из мальчика распиздяя превращается в мудрого... Не очень! ...и сильного воина. Вся его история растянута на 12 лет, наполнена кучей событий. И со временем наш итальянский мистер понимает, что не всё так просто, и речь идёт не о простой мести, а о конкретной войне между тамплиерами и дураками в капюшонах, которая длится не один век. Короче говоря, всё переплетено, жопа и говно, далее без спойлеров рассказывать будет немножко трудно. Могу лишь отметить, что наблюдать за историей Эдсо достаточно интересно. За счёт грамотной и, главное, не затянуто сделанных миссий, сюжет не кажется тягомотным и громоздким, хоть и рассказывает историю длиной 12 лет. Всё выглядит последовательным и методичным. Во время пути мещения Эдсо мы побываем в крупных городах Италии того времени, Флоренция, Венеция, Тоскана и ещё в парочке городов. В этих городах мы встретим всяких интересных исторических персон, таких как Родриго Борджа, Никола Макеавели, ну и, конечно же, Лианадо да Винчи, с которым будет связана парочка интересных миссий, где нужно будет использовать изобретение Лёни. В отличие от первой части, где приходилось выполнять одни и те же действия, дабы узнать, где скрывается цель, здесь с этим дела обстоят получше, и миссии не ограничены только слежкой и подслушиванием разговоров. Также были добавлены магазины с оружием, бронькой и прочей косметикой. Короче, пацанова, если Ассасин Скрит 2 прошёл мимо вас, вы должны это срочно исправить. Вооот. Признаться честно, я очень люблю историю Германа из Ливии. Я прошёл все игры и прочёл все книги про этого седого господина. И если Дерьмак 3 Дикая Зигота не пойдёт на слабых ПК, второй может пойти на слабом, но он так тебе оптимизирован, то вот первая часть для слабых ПК подойдёт идеально. Сразу стоит сказать, геймплей на первый Ведьмак немного хуйня, как по мне. Я знаю, что многим людям вкатывает боёвка в этой игре, но я не из их числа. Во-первых, нормально в ней я так и не разобрался. Да и постоянно надрачивать кнопку удара по таймингу мне как-то не очень интересно. Со временем, конечно, привыкаешь, но всё равно как-то бле. Ну и если у вас получится не обращать внимания на эту огрешность, то вы получите всё то, за что любят серию Ведьмак. Интересные истории, харизматичные персонажи, непростой выбор, ну и, конечно, мир, в котором часто отображаются проблемы современного общества. Сразу стоит сказать, Германа тут озвучивает не Всеволод Кузнецов. Это, конечно, грустно, но Владимир Зайцев тоже неплох. Он является русским голосом Дауни-младшего из Тетхама. Хоть это слегка и непривычно, но в целом нормально. Сам сюжет берёт своё начало, по-моему, спустя пять лет после событий книг. Геральт потерял память и теперь заново всему обучается в Каэрморхене. Внезапно на крепость нападает кучка уёбков из организации Саламандра во главе с неким профессором. Они убивают одного из корешей Германа и подрезают ведьмачьи мутагены. И после этого игрока выплёвывают в мир, где предстоит искать ёбаных Саламандр с мистером профессором. Также нужно разобраться в пиздеце, который творится вокруг, ну и встретиться со старыми знакомыми. С Шаней, Лютиком, Золтаном и так далее. Помимо махания мечом в этой игре, также можно использовать всякие магические знаки и ведьмачья пойла из семи залуп, ну то есть алхимию. Прокачка всего, что вам нужно, хоть и сделана слегка муторно, но в целом понятна. Ну и как в любой другой игре про дерьмака, здесь присутствует моральный выбор, который влияет как на дополнительные задания, так и на основную сюжетку. В общем, подводя итоги, первый возьмак достаточно глубокая, интересная и необычная рпгшка, на которую стоит обратить внимание. Ну и три игры, чтобы оправдать название видика. Готика 2. Это дед современных рпг. Ещё в далёком 2002-м поражала своими возможностями и разнообразием. Я, если честно, никогда в ней особо разобраться не мог, но это связано с тем, что я мудак, а вам, возможно, зайдёт. Були. Вот в этом я уже разобраться смог. Симулятор школьника-хулигана, ну или по-простому нормального пацана, который к успеху шёл, но... Не получилось, не фортануло. Забавный трешачок про школу с драками и всякими приколами. Можно, в принципе, заценить. Амерта. Стратежка с пошаговыми боями про гангстеров во время сухого закона. Захватываешь в городе места, которые приносят деньги, нанимаешь себе всяких бандитов, ну и даёшь пизды врагам. Если любите игры про мафиозников, на пару дней затянуть сможет. Кстати, о мафиозниках. Если вам такая тема интересна, можете заценить супер-балдёжное прохождение второй мафии. Ссылочка, если шоу в описании, ну или во всплывающей хуйня сверху. Ну, на этом, пацанова, как бы всё. Ставьте класс, подписочку оформляйте, можете глянуть другие видики. Ну, а я бы почепиздил. Побалдите под конечную заставку. Покедова. Субтитры сделал DimaTorzok